Политсибру подготовил обзор нововведений, который принес январь. Во-первых, на 7,05% проиндексировали пенсии неработающих пенсионеров. И в среднем их страховая пенсия выросла на 1000 рублей. Во-вторых, появились невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Их стоимость ниже обычных, но вернуть купленный билет можно только из-за внезапной смерти, болезни или травмы пассажира, а также из-за задержки или отмены поездки. Кроме того, с января начнется поэтапное отключение аналогового телевидения на территории России. Информагентство Рубцовской инфо со ссылкой на ленту.ру пишет, что в 2019 году у россиян упадут доходы. Эксперты отмечают, что этот тренд уже начал проявляться. На фоне рекордных темпов роста реальных зарплат, которые были обусловлены исполнением майских указов перед выборами президента России, реальные доходы россиян уже в ноябре упали на 0,1%. А вот бийские рабочие информируют, что январь – самое удачное время для смены места работы. К таким выводам пришли специалисты портала по поиску работы зарплата.ру, проведя опрос 770 человек. Их просили поделиться планами на будущий год. Оказалось, 32% респондентов хотят поменять работу. Исследования показывают, что ежемесячно новую работу ищет более 300 тысяч россиян. Но в январе этот показатель обычно идет на спад. Конкуренция на рынке труда в первой неделе января значительно меньше, чем обычно, потому что многие соискатели отдыхают, а вот работодатели продолжают поиск хороших специалистов. За рождение первого ребенка будут платить больше, пишет все тот же Рубцовский инфо. Размер ежемесячной выплаты составит 9811 рублей. Право на ее получение распространяется на семьи со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в крае за второй квартал 2018 года для трудоспособного населения. В 2019 году эта величина равна 14 859 рублям на каждого члена семьи. Пособие семье с первенцем можно получать до достижения ребенком полутора лет. Алтайские артисты выступят на зимней универсиаде в Красноярске, информирует комсомольская правда Барнаул. Наши артисты примут участие в празднике «Сибирская масленица. Мировой праздник». Это алтайский проект. Организаторы оценили его по достоинству и он вошел в число победителей. В проекте принимают участие артисты ансамбля песни и танцы Алтая, а также часть актерской труппы театра «Кукол. Сказка».